Дело в том, что в самом тяжелом положении оказываются не столько федеральные власти, не столько правительство Российской Федерации, не столько Кремль, как бы обобщенный символ власти, сколько региональные власти. Они находятся между молотом требований центра, чтобы обеспечить политическую и экономическую стабильность, и наковальней требований народа. Потому что народ на себе чувствует тяготы этой экономической политики, народ негодует, народ протестует, он обращается в первую очередь не к Кремлю, он обращается в первую очередь к региональным властям. Отцы родные, что же происходит? И что вынуждены делать региональные власти? Поскольку они сильно недополучают из центра трансфертов, дотации и так далее, они вынуждены занимать эти деньги. Причем занимать не у бюджета, который мне не очень-то дают, а идти на коммерческие кредиты, которые гораздо более дешевые. И что же получается? По нынешней временам мы уже сказали, что 55 регионов, так сказать, имеют задолженность свыше 100% внутреннего продукта. Общая задолженность регионов составляет 2 триллиона рублей. Это астрономическая цифра. И при этом, что делает правительство? Оно сначала в проект бюджета закладывает расходы на погашение долгов регионов 140 миллиардов рублей. Это мизерная цифра. При этом необходимо отметить, что 310 миллиардов рублей, которые дополнительно выделяются регионам, это требования Коммунистической партии Российской Федерации. Мы сказали, что мы не собираемся поддерживать этот бюджет и будем резко протестовать, если не будет увеличена поддержка регионов. Да, власть раскошелилась, добавила почти в два раза больше, получается 450 миллиардов, но это только четверть того, что нужно регионам для того, чтобы покрыть только свои долги. Речь не идет даже о развитии. У регионов нет денег для развития. Они только-только успевают сводить с конца и с концами. То есть положение регионов тяжелое и, к сожалению, будет ухудшаться. Потому что если мы говорим о том, что произойдет очередное урезание бюджетов, даже те самые 450 миллиардов, которые нынче обещаны в нынешнем бюджете, они могут оказаться вовсе не 450, а гораздо меньшим количеством денег. Проблема заключается и в том, что банки занимаются откровенным грабежом регионов и государственного бюджета. То есть у нас сложилась такая интересная ситуация, что для поддержания экономики якобы в первую очередь нужно поддерживать банки. И в прошлом году была абсолютно парадоксальная ситуация, когда на поддержание банковской сферы выделялся 1 триллион рублей, а на поддержание промышленности выделялось 20 миллиардов. То есть в 50 раз меньше. То есть логика нынешних экономистов заключается в том, что мы накачаем банки деньгами, а банки уже в свою очередь, они вольют эти деньги в промышленность, и она расцветет пышным цветом. Ничего подобного не происходит. Банки тут же перекачивают эти деньги, спекулятивные расходы, играя на курсе валют. То есть они занимаются откровенной спекуляцией и совершенно не занимаются развитием реального сектора. Им это неинтересно, потому что это трудоемко и еще неизвестно, когда это окупится. Но через них прокачивается и бюджетное средство, которое идут в виде трансфертов на регионы. И что же они вытворяют? Они получают деньги, которые они должны просто канализировать технически в регионы, но они говорят, ребят, у нас есть некоторые проблемы с перекачкой этих денег вам. И мы не сможем решить эти проблемы, если вы у нас не возьмете коммерческий кредит. То есть условием перечисления бюджетных денег становится обязанность региона взять коммерческий кредит под неизмеримо более высокий процент. То есть это чистая грабиловка. Это вгоняет регионы в страшные долги и еще больше усугубляет положение простых людей, потому что уже регионы не в состоянии выполнять социальные обязательства, у них просто на это нет денег. Сейчас для того, чтобы сократить социальные расходы, чиновники правительства заговорили о том, что якобы не нужно размазывать масло тонким слоем по всему куску хлеба. То есть нужна адресность этой самой социальной поддержки. Но здесь возникает колоссальная проблема. Во-первых, тут возникает коррупционная составляющая. Уже людям будут давать деньги не потому, что они нуждаются, а потому, что кто-то кого-то подмазал. Кто-то не будет учтен в этом, кто-то вывалится из списков, это будет порождать социальную напряженность. И опять-таки денег явно не хватит, им будут говорить, что сжимается и сжимается, так сказать, бюджетный пирог, и просто на всех не хватит. То есть адресная поддержка не решает проблему. Решает проблему по-настоящему увеличению доходов государственного бюджета. А здесь в нашей ситуации есть совершенно доступный, эффективный и немедленный способ повышения бюджетных доходов. Это введение налога на сверхбогатых. И по некоторым оценкам это дает до 5 триллионов рублей немедленно. То есть мы в состоянии закрыть все дыры прохудевшегося мешка государственного бюджета немедленно за счет введения налога на сверхбогатых. По количеству миллиардеров Россия находится на третьем месте в мире. Во всем мире существует налог на сверхбогатых. И только в России правительство, которое отражает интересы олигархии, отказывается вводить налог на сверхбогатых. Хотя именно это могло бы практически в одночасье решить все наши социальные проблемы.